Сегодня утром спортсменов поздравляли в администрации Сочи. Значимость таких побед для города переоценить нельзя. Они не только радуют любителей спорта, но и показывают реальное состояние спортивной отрасли Сочи. Сами же спортсмены на достигнутом останавливаться не собираются. Так как наш вид спорта самбо не является олимпийским видом спорта, а каждый спортсмен хочет выступить на олимпийских играх, у нас есть похожий вид спорта этот дзюдо, поэтому в этом году мы попытаемся выступить на чемпионате России под дзюдо. Безопытного тренера побед быть не может, поэтому наставники выдающихся сочинских спортсменов на встрече тоже были. И они явно не скрывали гордости за своих подопечных. Секрет удачи, в общем-то, успеха его является преданность. Преданность вот этому виду спорта и преданность вот той ячейки школы спортивной секции, где он занимается. То есть человек не бросил, то есть он стабильно все это, но постепенно накопив какой-то потенциал, вдруг он начал добиваться успеха. У Сулика Магакяна планов тоже немало. Серебро на чемпионате мира по тайскому боксу обязывают. Вспоминая бои, признается, было тяжело, но цели на будущее уже известны. Хочу выиграть чемпионат мира, чемпионат Европы, попасть на всемирные игры боевых искусств, потому что это на данный момент считается самая высокая в тайском боксе. А там уже профессионалы есть, получится. К трофеям с турниров сегодня добавились новые кубки и грамоты. Вручили их представители городской администрации и руководитель сочинского отделения Союза армян России. Игорь Кырпа, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ